Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, где есть ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну и, конечно, ритуалы, практики и настрои на исполнение любых, даже самых невероятных желаний. Весь секрет, ваше время, вера и многократное повторение для изменения подсознания. Пользуйтесь, все сделано для вас. Все о вас сегодня. Сейчас посмотрим, что же сегодня происходит у вас и что же вам можно посоветовать для того, чтобы изменить что-то, если надо, или уберечь вас от подводных камней, если это надо. Поэтому сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. И Таро Арканом расскажет о вас. Сразу предупреждаю, я уже слышу, что не всем этот расклад может срезонировать. Это общий расклад. Его точность зависит только от вашей интуиции и вашего принятия. И, конечно же, захотите ли вы слушать советы или нет. Поэтому всегда, в любой ситуации, везде есть выбор. Потому что вы хозяин своей жизни и вы выбираете, что же вам делать, что не делать, что думать, что не думать. Ну что, давайте посмотрим, что же у вас происходит сегодня и что же с этим всем, собственно говоря, делать. Расклад короткий, это на ближайшее время, поэтому я жду и все сегодня. И, конечно, советы на самое ближайшее время. Смотрим. Сегодня у вас такое время, когда прекрасно планировать, прекрасно ставить цели, прекрасно загадывать желания, прекрасно именно расписывать все на ближайшее время. Вот все, что вы хотите получить, вы можете получить при правильном настрое. Сегодня, если вы даже, вы должны чувствовать какое-то вдохновение. Вот по этой карте должно быть какое-то вдохновение, которое показывает вам и знаки Вселенной и показывает вам разные пути решения вопросов и разные пути достижения того, чего вы хотите. Если этого нет, то хочу вам сказать, что вот на сегодняшний день у вас прекрасное время для планирования и для именно, знаете, как сеять семена. Сегодня для вас прекрасное время сеять семена. Смотрим еще. Ну и, конечно, сегодня вы трудитесь. Вот вы трудитесь, и если вы занимаетесь тем делом, которое вам нравится, если вы нашли в своей работе, в своем бизнесе позитивные нотки, именно вдохновляющие нотки, то, что вы, о чем вы сегодня мечтаете, можно сказать, уже по пути к вам. Но, если вы не мечтаете, если то, чем вы занимаетесь, вам не нравится, и вы не пытаетесь найти именно что-то, что может зацепить вас позитивно в том, в той сфере, в той работе, в том бизнесе, которым вы занимаетесь, даже бизнес, который, любой бизнес, мы идем в бизнес, чтобы заработать, правильно? Но, для того, чтобы это все работало, для того, чтобы машина вертелась, и все это двигалось, должно быть вдохновение. Что-то должно вдохновлять нас. И вот тут я вижу у некоторых из вас, что ничего не происходит, потому что вы не имеете вот этого вдохновения. Или вы чего-то ждете, каких-то результатов. Вы работаете, и вот вы чего-то ждете на работе, но удовольствие оно вам не приносит. А раз оно вам не приносит удовольствие, значит нету ощущения гармонии и счастья, и тогда получается, что много негативных эмоций, которые вы может быть даже не осознаете. поэтому подумайте об этом и найдите в вашей деятельности что-то позитивное, что-то, что будет притягивать вас, что-то, что будет вас, ну, можно сказать, вдохновлять то, что вы будете делать, может быть, хотя бы в голове делать с удовольствием, потому что без этого вы никуда не сдвинетесь, у вас получается вот такой замкнутый круг, где вам не нравится, но так как вы понимаете, что вы зарабатываете на хлебе этим, вы все равно там, но вместо того, чтобы изменить просто свое отношение к работе, вы почему-то думаете, что каким-то волшебным образом, думая негативно, все разрешится, нет, все равно все в вашей голове, поэтому подумайте об этом, кстати, все о вас, но здесь я пока я рассказываю то, что я вижу, но вот ярко вижу сферу работы, карьеры и бизнеса, поэтому ее и рассказываю, рассказываю то, что я вижу ярко, вот, потому что во всех, все остальные сферы пока что не вижу, сейчас посмотрим, еще одну карту я выложу, что на сегодня насущно, я поняла, выходит то, что насущно именно на сегодняшний день большинству из тех, кто будет смотреть это видео, смотрим, что еще на сегодня, ну, хочу сказать, многим из вас, для того, чтобы что-то изменить и вы сами это знаете, просто по какой-то причине, я не знаю, вы не принимаете это, для того, чтобы изменить что-то, вот то, что я увидела и то, что вас, можно сказать, многих из вас мучает, вам надо чему-то научиться, вам надо найти те сферы и те, то, чем вы бы хотели заниматься, и даже если вы это не умеете, ну, я не говорю сейчас о полете в космос, вот кто-то из вас это подумал, нет, я говорю именно о насущном, ведь есть же огромное количество профессий и огромное количество вещей, которые можно делать, ну, вот давайте так, я научилась и я умею делать еще и ногти, кроме того, что я предсказываю на Таро и веду свой YouTube канал, что я даю личные консультации, буквально перед пандемией я выучила именно ногти, как делать гелевые ногти, да, на сегодняшний день это еще не так уж развивается из-за всего, что происходит вокруг, но я знаю, но я это умею делать и я тоже это люблю делать, точно так же, как я, например, много лет шила и новые вещи, и перешивала вещи, пока это было выгодно, вот, плюс еще, знаете, я разные, очень много разных профессий осваивала и бизнесов для того, чтобы как бы и зарабатывать и понять, что же меня вдохновляет, да, на сегодняшний день больше всего меня вдохновляет именно мой канал и консультации, которые я даю людям по Таро и по саморазвитию, это просто настолько меня вдохновляет, особенно, когда они, знаете, когда мы начинаем и когда проходит пару месяцев и я общаясь с клиентом, понимаю, какие изменения произошли у человека за это время и как, насколько человек радуется, вы не понимаете, какое это вдохновение, и в принципе я вам привела себя как пример, потому что я не знаю, кого еще привести в пример, конфиденциальность, я, конечно же, не буду называть имена моих клиентов, у которых происходят все эти прекрасные изменения, но всему этому они учились, учились, некоторые действительно осваивали другие профессии для того, чтобы работать там, где им хочется работать, а некоторые учились именно жизни, работая над собой, и это вот карта включает в себя все, ведь можно научить себя быть счастливым, а если вы научили себя быть счастливым, значит вы счастливы по умолчанию, а если вы счастливы по умолчанию, значит все работает на вас, подумайте об этом, мои дорогие. знаю, что я в Продолжение следует...